Доброго здоровья уважаемые посетители канала и так мы с вами продолжим что же там дальше пишет спрашивают британские жители активно искали информацию о высоком давлении и заражении крови мы начнем с давления вот что они пишут что такое высокое давление какое давление считается нормальным кстати нормы в разное время были различные значит кровяное давление показатель который помогает о помогает доктор определить насколько здорово сердце пациента чтобы вы знали пациент переводится страдальца значит доктору определить насколько здорово сердце страдальца кровяное давление а вот если это самое отбросит кровяное давление а зачем нам надо кровяное давление его мать и ос вообще доктору кровяное давление для доктора нонсенс нонсенс понимаете глупость кровяное давление у нас есть кровяное давление так зачем оно надо кровяное давление кровяное давление позволяет циркулировать крови по организму человека а зачем циркулировать крови по организму человека для того чтобы доносить разного рода вещества до конечных потребителей клетки. Хотя бы, вот мы взяли пищу, съели. Как она попадет в клетки? Попадет путем того, что она всасывается в кровь, сердце ее качает, оно циркулирует, и в конечном итоге через капилляры, далее питательные вещества через межклеточную жидкость аж попадают в клетки. А отработанные вещества, то есть клетки покушали там, грубо говоря, выделили из себя свои отходы, и что с ними делать? И в отходах этих жидкостей поступают в неклеточную жидкость, и с неклеточной жидкостью они поступают в лимфатическую систему, которая в конце концов также впадает в кровеносную систему, либо напрямую в кровеносную систему, и что? Да, правильно. И циркулируется, подносится к органам выделения, и выводится. То есть кровяное давление нам надо для того, чтобы обеспечить конечный потребитель клетки организма питательными веществами и выделить их наружу из организма через соответствующие выделительные органы. Значит, что там у нас есть кровяное давление? Где оно находится? Оно находится в кровяном русле, которое делится на артериальный конец, на венозный конец и, грубо говоря, сердце, которое создает давление. Давление должно создаться, чтобы началась циркуляция. Есть артериальное давление, когда кровь распределяется, это, грубо говоря, идет в клетки. А есть давление, венозное давление. Это то давление, необходимое, чтобы венозная кровь, теперь, грубо говоря, из капилляров подошла к сердцу. То есть два круга кровообращения. Очень важное давление, смотрите, должно быть у нас в легких, чтобы у нас нормально происходило, будем так говорить, поглощение кислорода, выделение углекислого газа, в легочное давление. У нас должно быть давление особое в почках. У нас должно быть особое давление в печени, чтобы печень фильтровала. У нас должно быть особое давление в почках, для того, чтобы в почке фильтровали. Как только давление падает, почки не фильтруются, накапливаются шлаки, И только, опа, и всё, идёт самоотравление, человека нет. Вот для чего нам надо давление. Ну что ты? Помогает доктор определить. Нонсенс. Так, давление крови в артериях меняется в ритме сердцебиения. Сильнее, значит, больше, менее, значит, как бы так. Поэтому показатели давления выражаются двумя цифрами. Систолическое или максимальное артериальное давление – это уровень давления крови в момент максимального сокращения крови. И пошла артериальная кровь в большой круг кровообращения. Более низкое число от одесстолическое артериальное давление, которое показывает давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы перед целющим сокращением. Ну, согласен. Теперь, важно. Нормальным артериальным давлением считается показатель между 90 на 60. 90 – это высокое, 60 – это низкое. И 120 на 80. Так вот, раньше было показатель следующий. Где-то 120 на 70 – это считался таким идеальным. А потом нормы начали скакать. Ну, чтобы, как бы сказать, среди больных людей условно здоровых стало больше. Если ваше давление регулярно превышает этот диапазион, это означает, что вы подвержены высокому риску болезни сердца, инсультов, инфарктов. Высокому риску. То есть, из-за того, что если у вас, вот смотрите, тут важно так сказать, если она у вас будет намного выше 120 на 80, ну, допустим, 160, 180 на 90, 160 на 90 или еще там выше. Это говорит о том, что сердце просто-напросто изнашивается, создавая вот это вот высокое давление для того, чтобы прокачивать кровь по организму. Оно просто изнашивается. Инсульт, инхварк. Инсульт, инхварк. О чем это говорит? Это говорит о том, что из-за высокого давления стеночки наших артериальных сосудов или там бенозных сосудов, ну, в основном артериальных сосудов, они в конце концов не справляются с этим давлением, только бац, лопаются. Лопается, кровь растекается вне артерии, образует гематому. Ну, в результате тот участок, куда идет кровь, ну, допустим, в головном мозге, не снабжается соответствующим питанием, не снабжается соответствующим, там, Бог говорит, и кислородом, развивается отмирание. То есть, инсульт, насколько я понимаю, это отмирание в голове. Отмирает в голове, и та функция, которая у вас обслуживалась этим участком мозга, перестает обслуживаться, и она, то есть, как говорится, инсульт разбил, то есть, человека перекосило, там, лицо, рука отнялась, нога отнялась, или еще что-нибудь, язык отнялся и так далее. Вот это где-то будет инсульт. Инфаркт, это больше связано, ну, мы еще там посмотрим, с проблемами сердца. То есть, закупорка какой-либо артерии в сердце, которая питает соответствующий, ну, участок мышцы, приводит к тому, что эта мышца, не получая своего питания, дыхания, тоже отмирает. И в зависимости от участка, это также может сказаться на сердце, то есть, оно вообще может быть слабым, либо оно вообще становится. Дальше, выяснить, как у вас давление можно только при помощи тонометра, тонометра, тонометра. Ну, пациентам с высоким давлением, врачи, как правило, рекомендуют избавиться от вредных привычек или пить лекарство. Или, смотрите, от вредных привычек, либо, можно так сказать, ну, и хрен с ними, с этими вредными привычками, будем пить лекарство. А что же за вредные привычки, к чему они приводят? Вот, вредные привычки, к чему они могут приводить? Как правило, эти вредные привычки, их можно на разные вещи, так сказать, разделить. То есть, давление может подниматься из-за того, что, смотрите, в организме человека все сбалансировано. Ну, допустим, в моем организме, там, грубо говоря, циркулирует, пускай там, 15 литров крови. То есть, сердце работает на объем жидкости 15 литров. Она их нормально качает. А я взял баночку пивка трехлитровую выпил, а потом еще одну. То есть, я примерно 6 литров ввел жидкости в организм. Это все, естественно, куда? Усасывается в кровь. А потом через кровь лишнее будет сбрасываться через почки. Но пока оно сбрасывается через почки, что происходит? Значит, 15,6, это у нас будет 21. 21 литр, это уже надо сердцу качать. Это уже идет, это уже вредная привычка, которая влияет на наше сердце. Будем говорить так, наоружает его. Еще, можно так сказать, одна из вредных привычек. Оказывается, для того, чтобы нормально шла циркуляция организма, крови в организме, должны быть движения, особенно ходьба. Если движений нету, то сердце должно все это нагнетать. То есть, мышцы уже не помогают, диафрагма уже не помогает. Она как раз считается, диафрагма, кстати, считается венозным сердцем. Она вот здесь стоит и, знаете, такая раз сюда, раз сюда и насасывает. Вот сюда выжимает, а сюда насасывает. Выжимает, насасывает. Венозный кровь, она же должна как-то идти. Опять-таки, нагрузка на сердце от того, что нету достаточной нагрузки на мышцы. Они не помогают в продвижении крови. И к тому же, если нету нагрузки, без нагрузки, и наше сердце также становится более вялое, менее жизнеспособным. То есть, оно становится слабым. Это так, к вредным привычкам. Ну, плюс, что там, что явно вредит там сердечно-сосудистой системе, это курение, на сосуды влияет там, особенно и на сердце. Никотин. Сигарета, сигарета, два конца и все в дыму. Полная да никотина, их за это не курил. Композитор, паэт. Спиртное. Спиртное также сушит. Спиртное сушит, понимаете. Оно сушит наши там фильтра, сушит вот эти все клапана, которые там расположены в кровеносной системе. Кровеносная система – это же не просто труба. Допустим, артериальная – это труба, которая разветвляется на все более мелькие-мелкие, в конце концов, капилляры. У капилляров есть артериальный конец, это артериальная кровь, и есть венозный конец. Венозный конец – это когда кровь уже, будем говорить, уже должна идти самотеком к сердцу. Дальше там маленькая там вена, побольше вены и так далее. А она же может не идти. И в венах стоят такие вот полулунные клапана, чтобы они работали. Так вот они работают, когда есть движение. Особенно расположено в руках и в ногах, чтобы кровь поднималась. Все хитро, так сказать, природа сделала. А если нет движения, значит, мы не помогаем. Ну и все. Но самое-самое вредное из всего, к чему, почему повышается высокое давление, установлено, это то, что имеется физическое и эмоциональное напряжение в организме. У нас мышцы, все у нас в мышцах. И вот когда эти мышцы слегка напряжены, тем самым они сжаты и пережимают циркуляцию крови. Особенно вот в руках, в ногах они ее пережимают. Из-за этого кровь выжимается. Грубо говоря, из рук, из ног, из скелетных мышц более. Вот эти центральные сосуды, в аорту. И ее становится там больше. Еще раз, из-за того, что у нас здесь имеется такое небольшое остаточное напряжение, этого достаточно для того, чтобы кровь здесь скопилась и она не ходит по всему организму. А допустим, вот эти вот теперь 15 литров, ну примерно я так скажу, должны вот тут. И получается, что вот здесь вот давление большое, либо же ее надо туда проталкивать через вот это вот напряжение. У нас повышено давление опять износит сердце. И вот это давление, оно начинает уже там по своим собственным механизмам. То есть от этого начинает, так скажем, шуметь голова, кружится. Там человек не в себе, пока там все это не придет в норму. То есть из-за того, что у нас имеется психическое напряжение, которое приходит в физиологическое. Потом остается и психическое, и физиологическое. И вот пить лекарства, лекарства в основном даются такие, которые бы расслабили складную мускулатуру. Более того, оказывается, в самих артериях имеется не просто, знаете, вот трубка эта, а там целая оплетка. Оплетка одна, по которой, грубо говоря, как бы сказать, движется круг. Вокруг этой оплетки другая, там мышечная, которая может сокращаться, расслабляться. Так вот это, когда в артериях оплетка мышц становится меньше, то есть просвет только, опа, сужился. Был такой, сужился такой. При расслаблении он может быть вот такой. И тогда все нормально, давление там низкое, там и все это такое. Вот, нормально вот такое. А когда повышенное давление, вот так она сжалась, она может еще вот так сжаться от стресса, так сказать. И как раз лекарства даются такие, которые воздействуют на то, чтобы расслабить вот эту вот мышечную оплетку непосредственно в самих кровеносных сосудах, чтобы они как-то расшились. Давление тогда, естественно, то она вот по такой трубке берет, надо давление создать. А то она вот по такой, нормально. А то может вот так даже расслабиться. Кстати, знаете, вот что-то там говорят, клофелин дают, который там что-то там давление понижает, да? То есть, если слишком много дать, давление настолько там, это все расширится, что человек из-за того, что давление упало, он умирает, у него перестают работать почки, печень и голюба, голюба. Видите? То есть, пониженное давление также плохо сказывается, как и повышенное. Поэтому клофелинчик, допустим, дают для того, чтобы высокое давление снизить, снизить, то есть, оно было, грубо говоря, 200, вы приняли это лекарство, оно такое, хоп, у вас там стало, ну, допустим, 150, там, было 200, там, допустим, на 150, стало, допустим, 150, там, грубо говоря, на 90, примерно так, чтобы вы понимали, для чего пьют лекарства. Так вот, если вы осознанно овладеете спокойствием, если вы овладеете, ну, допустим, умением расслабляться, аутогенной тренировки, когда человек вызывает, значит, чувство тепла, там, тяжести, покалывания, то есть, это все воздействует на сердечно-сосудистую систему, тем самым снижается давление. Либо же, смотрите, регулярно применяются физические нагрузки, которые способствуют тому, что нормализуют вот это движение крови, способствуют расслаблению, всему этому. И важно избавиться, или как-то человек по-другому начнет реагировать на те или иные жизненные ситуации, которые у него вызывают напряжение эмоциональное. Вот если он научится реагировать, то никакого у него не будет. Как только он не научился, все это у него накапливается, и дальше пошло. Поэтому, постоянным оно становится, постоянным, начинаются лекарства, это лекарство надо выводить, начинают страдать почки, начинают то есть страдать, и пошло-поехало. То есть, я так сказать вам, популярно, как я понимаю, рассказал о том, что такое высокое давление. Слово инсульт. Что это такое инсульт? Инсульт. Удар. Наскок. Нападение. Удар. То есть, повысилось давление. Это считается инсультом. Наскок. Нападение. Так, апополексия. Это уже апополексия, по-гречески, паралич. Это уже последствия наскока удара. Это уже паралич, когда что-то там лопнуло. Острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующее внезапно, в течение нескольких минут, часов появления очаговой или общемозговой нервологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов и приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени, вследствие церебровоскулярной патологии. Инсульт. Наскок. Нападение. Удар. То есть, она такая, таба! По сосудам. И дальше наступает апополексия, паралич. То есть, нарушилось кровоснабжение головного мозга, она там лопнула или остановилась, и трандец. А что такое инфаркт? Еще говорят, инфаркт с миокардом. Миокард – это называется мышца сердечная. Инфаркт миокарда – это одна из клинических форм ишемической. Вот, е-мое, опять на те, что такое ишемия? Ишемическая болезнь сердца, сопровождающая развитием ишемического некроза миокарда, омертвение ткани, ну, как я вам сказал, по-простому, обусловлено острым нарушением коронарного кровообращения, результате несоответствия между потребностью сердечной мышцы в кислороде и его доставкой к сердцу. Ну, о чем я сказал? Инфаркт от латинского – начинять, набивать. Омертвение или некроз? Некроз – это уже омертвение. Вследствие острого недостатка с кровообращением. Все. Причина инфаркта – тромбоз. Закуполила эмболи, эмболи, эмболи – это патологический процесс, обусловленный присутствием циркулирующих крови и лимфе частиц, не встречающихся там в нормальных условиях. Эмбол, нередко вызывающий окклюзию, закупорку сосуда, спасает. Ну, то есть много жира приняли в конце концов, только раз, и закупорили. Длительный спазм артерии. А спазм, как правило, из-за того, что вот у вас с головой там что-то возникло, вы что-то начали переживать, то есть непроизвольное судорожное сокращение мышцы, обычно сопровождающие резкой и нующей болью. Все, дальше идет гипоксия, и пошло, и пошло. Так, и смотрите, инфаркты какие бывают. Меокарда – это сердечно. Инфаркт можно, ишемический инсульт, отмирание. Инфаркт таламуса, инфаркт мышцы конечности, почки, селезенки. Вот так-то. Ну вот вы и ознакомили, что такое инсульт, что такое инфаркт, и что такое высокое давление, которое приводит к этим вот вещам. Значит, у меня есть большая статья. Эту статью вы можете найти в моих газетах. Я уже не знаю, какая-то здоровая статья. Это вы можете, возможно, я сделал видосик, его посмотреть по этой статье. И самое важное – сохранять эмоциональное равновесие в любых жизненных условиях, чтобы у вас тогда вот этих скачков, сжатий не было. И, естественно, питание, нормальное питание, чтобы у вас присутствовало там достаточное количество зелени, слаточное количество, как бы сказать, естественной жидкости, которая идет с овощей, со свежих, с овощей, с фруктов, в которой содержатся витамины, которые укрепляют и стеночку сосудов. И вы будете жить долго и счастливо без вот этих вот понятий. Оцените мой опус и поставьте там лайки, майки, там балалайки и прочее там поделитесь. А заодно можете сказать, кто вам лучше объяснил. Может, вам кто-то лучше объяснил? Я не знаю. А люди же есть головатое. Маловатые.